Это не Сейдер, друзья. Я Александр Кушнарь. У нас сегодня 11 августа. Итак, сегодня новые атаки дронов на Москву. И начнем вот с этого видео, которое было снято ночью в районе Одинцова в Москве, а точнее говоря, Подмосковье. Это граница российской столицы. И вот именно там что-то взорвалось. Что именно, никто не говорит. Говорят, какой-то склад горит очень ярко, мощно. А что самое главное, местные жители сказали, что перед, собственно, тем, как возник этот пожар, был слышен взрыв. Интересно, а что же там могло взорваться? Я подозреваю, что это был украинский беспилотник. Конечно, нам российские власти не скажут, поскольку они сейчас не сообщают ни об одном из успешных дроновых попаданий в Москве по очевидным причинам, потому что они не хотят разгонять панику, они не хотят демонстрировать собственную слабость, они не хотят показывать россиянам, точнее говоря, конкретно москвичам, что теперь они постепенно погружаются в совершенно новую реальность. В реальность, где война идет не только в Украине, но уже и не просто в России, а в самой Москве. В Москве, куда война добралась после того, как она хорошенько проредила ряды соседних с Украиной в городах и регионах. Теперь под ударом российская столица. И посмотрите, это уже никого не удивляет. Никого не удивляет тот факт, что что-то взорвалось, в результате чего возник огромный пожар. И опять же, нам не сообщается, а что именно горит, по понятным причинам. По той же причине нам не сообщалось, а что-то интересно за склад с пиротехникой такой сгорел с предварительным масштабнейшим взрывом в Сергиево-Посаде, в 70 километрах от Москвы, прямо посреди военного завода России, который поставляет российским оккупантам непосредственно деликатную, высокотехнологичную, в кавычках, продукцию. Конечно, никто не поверит в пиротехнику, тем более, что на месте разлета пиротехники почему-то были найдены самые настоящие снаряды от как раз-таки артиллерии. Ну и по той же причине у меня почему-то возникают сомнения насчет вот этого Одинцовского взрыва. Вот этот яркий огонь в Одинцово, это четкое напоминание москвичам, что их прошлая жизнь далеко позади. Теперь гореть в Москве будет везде. И вот следующий эпизод с дроном, который наделывал круги то ли над столицей, то ли при подлете к ней. Да-да, это еще один дрон-бобер украинского производства, который не давал спать спокойно москвичам. Что же случилось? Случилось то, что вот этот дрон вроде как упал где-то в районе Карамышевской набережной. И как утверждают российские власти, и кстати говоря, это признает и мэр Москвы Сергей Собянин, этот дрон якобы был сбит. Но потом почему-то выясняется, что он был не сбит, а на самом деле якобы отклонен системой РЭП, а может быть он попал как раз туда, куда надо. Потому что я напомню, когда мы рассказывали вам про удары во Москве-Сити, российские военные рассказывали, что якобы этот дрон был отклонен системой РЭП от курса. Но потом выяснилось, что курсом была как раз-таки именно Москва-Сити, после того, как через пару дней после этого эпизода, те же самые дроны-бобры ударили опять же вот в то самое 50-этажное здание IQ Quarter. Ну и самое главное, что была еще одна дроновая атака, или во всяком случае была угроза таковой сегодня утром в Москве. В результате чего аэропорт Внуково снова не работал. Снова были отменены десятки рейсов, самолеты отправились в другие аэропорты, в Домодедово и Шереметьево. И это после того, как накануне не работал аэропорт Домодедово, из-за опять же угрозы ударов дронами. И вот теперь мы видим, что паралич российских, точнее московских аэропортов становится абсолютной нормой, рутиной, обыденностью, к которой москвичам, да и в принципе всем жителям России нужно привыкать. Каждый россиянин, если он, например, летит из Хабаровска в какой-нибудь оккупированной России Кёнигсберг, он это делает через Москву, должен навсегда в свои планы теперь закладывать возможность того, что соответствующий московский аэропорт просто-напросто будет закрыт временно, соответственно, будут задержки рейсов. Ну или опять же, даже если не этот конкретный аэропорт будет закрыт, а другой, то в любом случае из того другого, парализованного, вот те самолеты, которые там должны были сесть, они отправятся в ваш аэропорт. И тогда ваш аэропорт будет перегружен, и, соответственно, вам опять же придется как минимум пару часов прождать, потому что если в плотный график вылетов и прилетов встревает какой-то левый рейс, а точнее таких левых рейсов, которые перевели из другого аэропорта, будет множество, то понятное дело, что это, мягко говоря, не очень хорошо скажется на общем графике вылетов и прилетов. Впрочем, конечно, сейчас российские, а точнее московские конкретные аэропорты, явно не так загружены, как до войны, потому что, в принципе, весь цивилизованный мир прекратил авиасообщение с Россией, а те, кто поддерживают авиасообщение с Россией, цивилизованными странами, безусловно, не являются, они, безусловно, поддерживают Россию, но таких стран относительно немного, и вот мы видим, что, собственно, авиапоток в России через Москву резко упал, конечно же. И, тем не менее, еще раз, Москва, как именно авиатранспортный узел, сохраняет большое значение для самих российских жителей, потому что, если путешествовать по России на самолете из одного региона в другой, то, как мы уже неоднократно говорили, это можно сделать в основном, используя московские аэропорты в качестве вот этого вот глобального инфраструктурного авиационного узла. Без Москвы работать ничего не будет. Впрочем, мы видим, что в некоторых случаях уже даже перебрасывают линии на Петербург. Я уверен, что украинцы займутся и петербургскими аэропортами. И вот когда парализовывать московский и петербургский тот или иной аэропорт будет не каждый месяц и не каждую неделю, а вот буквально каждый день, вот тогда-то россияне наконец-то и поймут, что в их жизни по-настоящему что-то изменилось. Вот тогда-то до них и дойдет первое. Пока что сравнительно небольшая цена войны, которую они, россияне и москвичи, в большинстве своем поддерживают либо активно, либо пассивно, потому что молчаливо соглашаются с теми зверствами, которые российские людоеды творят в отношении украинцев. Вот только сегодня по Запорожью прилетела очередная ракета. Говорят, что это «Искандер». И вот распространяют видео того, как эта ракета летит над головами у местных жителей, как она ударяет в один из объектов. Потом выясняется, что это детский садик, детский садик, из которого успели час назад вывезти детей. Вот в этот детский садик или детский лагерь, по разным данным, попадает вот эта ракета и уничтожает его. Ребята, только что на наших глазах. Мы здесь на набережной стоим, на радуге, свист. Ракета летит. И в Рейкарс. В Рейкарс. Тихо-тихо-тихо. Военные сущности. Боже, ракет, ракет, военные сущности. Вот спрашивается, чего же заслуживает Владимир Путин, российское руководство, и все, кто поддерживают российское руководство в России. Чего они все заслуживают? Суда? Международного трибунала? Я не знаю, чего они заслуживают. Пусть это решают международные прокуроры, судьи, западные политики, которые, например, по разным данным, специально сейчас ограничивают дальность ракет, передаваемых Украине. Так была ограничена дальность британской ракеты Storm Shadow с 600 километров до 250 или 300. Так сейчас, вероятно, немцы ограничат дальность полета ракеты Taurus, аналог Storm Shadow с 500 километров, вероятно, до 300 километров. Пусть они посмотрят на хотя бы эти, самые свежие видео удара баллистическими российскими ракетами по детскому садику. Эти баллистические ракеты были сделаны именно на те деньги, которые Запад и конкретно Германия передавало России за омерзительный, кровавый путинский газ и за омерзительную, кровавую путинскую нефть. Пусть они смотрят на это и думают, не совестно ли им в таких вот условиях ограничивать дальность полета ракет, которые передаются у украинцам. Потому что украинцы доказали, что они не бьют этими западными ракетами по российским городам, а бьют только по тем объектам, которые находятся на украинской земле, оккупированной россиянами. И тем не менее, несмотря на вот такую вот несопоставимость возможностей по дальним ударам, я имею в виду между Россией и Украиной, нужно говорить, конечно, о том, что для Украины это прогресс. Прогресс, потому что раньше, еще год назад, невозможно было и представить, чтобы дроны будут вот так регулярно летать над Москвой и создавать москвичам вот такие проблемы. Пока что это косметические проблемы. Пока что, как написало немецкое издание Die Welt, это все-таки больше палеотивные меры. А, конечно, самое главное, все происходит именно на полях сражений. И там у украинцев есть как успехи, так и трудности, понятное дело. Без этого никак. Но вот несмотря на все это, несмотря на то, что это палеотив, несмотря на то, что это скорее пока что попытка пристреляться, несмотря на то, что это пока еще попытка вывести слабые стороны только московской и в целом российской ПВО, и даже несмотря на то, что этих дронов пока мало, безусловно, и несмотря на то, что они пока что еще относительно слабенькие, это не ракеты, которые запускает Путин по Украине, но несмотря на это все, самое главное уже случилось. Москвичи начали осознавать, что война приходит к ним непосредственно, прямо в их дома. Взрываются прямо у них помехи в ключевом транспорте России происходят прямо у них, у россиян, на их родине, в их омерзительной столице империи зла, которую они считали неприступной. Ведь Владимир Путин начинал эту войну именно для того, чтобы по его же заявлениям повысить безопасность России, но мы видим, что безопасность для простых россиян каждый день, каждый час уменьшается, и это только начало, ибо россияне даже не представляют, в каком ужасе им еще предстоит жить. Украина только начинает разгоняться, и будем надеяться, что таких вот ударов по различным важным для россиян инфраструктурным объектам, которые в конечном итоге все равно выполняют военные функции, будет все больше и больше. Ну, хотя бы уже потому, что через тот же аэропорт Внуковаль, например, летают и российские официалы, и российские олигархи. Ну что ж, вряд ли кому-то из них закончится закончить свою жизнь в горящем, упавшем самолете из-за того, что в его турбину попал украинский дрон. Поэтому, разумеется, москвичи, московское руководство, московские руководители аэропортов лучше 300 раз, как говорится, перебдят и закроют эти аэропорты, чем допустят, чтобы какое-нибудь первое или второе лицо совершенно справедливо закончило свою гнилую жизнь в позорной авиакатастрофе, которая произойдет из-за нарушения странными, неизвестными беспилотниками московского воздушного пространства. Ну и, разумеется, в Кремле бесится из-за того, что ничего не могут поделать вот с этими дронами, когда один несчастный дрончик стоимостью пару десятков тысяч долларов вынуждает весь многомиллионный мегаполис останавливать свою нормальную жизнь. Спасибо, друзья. Я напоминаю, что мы ведем сейчас седьмой по счету сбора на медицинские эвакуаторы для украинского подразделения «Гром», работающего на передовой под Бахмутом. Если вы хотите помочь ему, вы можете перевести средства через те ресурсы, ссылки на которые я даю в описании к этому видео. PayPal, банковский счет и европейская банковская карта. До скорого!